Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! И смерти ему не Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 11 ноября. Житие святого Стефана Дичанского, короля сербского. Святой Стефан Урош III Дичанский был сербский краль, король, из числа благочестивых кралей и царей древнего православного сербского государства. Он был сыном святого краля Стефана Уроша II Милутина, внуком Стефана Уроша I, и правнуком святого Стефана I Венчанного краля сербского, брата святого Савы, первого архиепископа сербского и сына великого сербского жупана, святого Стефана. Выносите святого Симеона Неманы, основателя древнего сербского государства. Матерь его была первая жена Милутина и Лисовета, дочь венгерского короля Стефана V. Принадлежа к благочестивой сербской королевской семье, Стефан с детства был воспитан в христианском благочестии. С ранних лет Стефану пришлось видеть и пережить много тяжких бедствий. В Сербии в те времена бывали частые смуты и междоусобия среди королевского рода, восстания и крамалы вельмож, постоянные воины с соседями, болгарами, греками и татарами. Враги православного восточного христианства, татары, разгромившие и покорившие православную Русь, разоряли и прочие славянские православные государства, угрожали Болгарии и Сербии. Особенно сильная опасность грозила славянским государством Балканского полуострова со стороны крымского хана Нагая. Татарские войска, высылаемые Нагаем, опустошали Болгарию и Македонию, вторгались и в Сербию. Болгары на время подпали даже в зависимости от татар. Та же участь угрожала и Сербии. Но сербский король Милутин принял решительные меры. Не будучи в состоянии силой сопротивляться могуществному татарскому хану, он вступил с ним в переговоры, отворотил нашествие татар, но вынужден был отправить молодого сына в татарский лагерь в качестве заложника вместе с несколькими знатными сербскими боярами. Но Бог помогал благочестивому Стефану в его несчастьях. Возникшие вскоре сли и татар межеусобия кончились убийством Нагая. Воспользовавшись этими смутами среди татар, Стефан возвратился на родину. Ради совместной борьбы с татарами болгарский царь Смилес вступил в союз с сербским кралем Милутином. Союз этот сопровождался браком сына Милутинова, Стефана Уроша, с дочерью болгарского царя Смильца. После своего брака Стефан Урош получил для самостоятельного управления одну из важных областей, именно Зету или Диоклею, теперешнюю Южную Черногорию. Здесь некоторое время и правил Стефан. Но как нередко прежде, так и теперь возникает в Сербии смуты, сопровождаясь обычными бедствиями и несчастьями. Мачеха Стефана, вторая супруга Милутина, Симонида, дочь византийского царя Андроника старшего и жены его Ирины, возымела желание, чтобы наследником сербского престола сделался не Стефан Урош, ее пасынок, а родной ее сын Константин. Подстрекаемой своей матерью Ириной, она стала внушать королю Милутину подозрения к его сыну Стефану и клеветать, будто Стефан хочет отнять престол отца. В то же время нашлось среди сербских бояр немало таких, которые предупредили Стефана о грозившей ему опасности. Но избавиться от нее советовали посредством восстания против отца и отнятия у него королевской власти. Между тем отца его Милутина злые люди успели убедить, что сын замышляет против него восстание и хочет свергнуть с престола. Тогда Милутина отправляется в область своего сына и посылает схватить его. Посланные заковали Стефана в цепи, посадили в темницу, скопли и ослепили. Произошло это в сербской области, именуемой Овчеполе. Там находился храм во имя святителя и чудотворца Николая. Ослепленный Стефан испытывал страшные муки и укреплял себя только молитвою. Среди таких тяжких страданий полумертвый мученик в тонком сне видит перед собой величественного святого мужа в осветительской одежде с сияющим лицом. Муж это держит на правой длани выколотые очи Стефана и говорит, не скорби, Стефане, вот на длани моей твои очи, и с этими словами показывает их. Думая, что это привидение, Стефан сказал ему, кто ты, господин мой, являющий такое попечение обо мне? Явившись, отвечал, я Николай, епископ Мерликийский. Пробудившись от сна, страдалец, почувствовал некоторое облегчение от болезни и возблагодарил Бога. Гонение на Стефана тем не кончилось. Желая вполне обеспечить себя от мнимых замыслов сына, король Милутин, изгнал Стефана из отечества и отослал его в царьград к тесте своему, царю Андронику, старшему, под надзор вместе с двумя малолетними внуками, сыновьями Стефана, Душаном и Душицею. Но и в изгнании Бог не оставил терпеливого Стефана, правда, Стефан здесь лишен был свободы. Ему дан был сначала особый двор и полное содержание от царя, но воспрещен свободный выход. Потом Стефан с детьми перемещен был на жительство в Старьградский монастырь Пантократера, господа-сидержителя, под надзор игумена, без разрешения которого ему не позволялось никого принимать к себе и ни с кем не беседовать. Но доблестный Стефан покорно переносил все тягости заточения. Он часто повторял «Терпи, Стефан, в терпении вашем спасайте души ваши», — сказал Господь. Он часто предавался молитве с коленопреклонением и в ней находил утешение. Когда монастырское братье собиралось на правила, он первый являлся на молитву и стоял неподвижно до окончания службы, так что настоятели братья дивились его бодрости и усердию. За это все люди Стефана и оказывали ему внимание, часто ходили к нему и для духовной беседы. Все это не осталось неизвестным ему самому царю. Слыша о похвальной жизни заточника, он часто призывал его к себе, беседовал о душевной пользе и разделял с ним трапезу. В одной из таких бесед о вещах душеспасительных и делах государственных зашла речь о возмущавшем тогда многих православных в греческом царстве, пришедшем с запада Иеретике в Орлами, неправо учившем об осиявшем Господа Иисуса Христа свете во время преславного преображения на фаворе. Стефан высказал такую мысль «Неправедно и неприлично царю пастырю такого великого стада Христова держать в своем стаде врагов его. Их должно изгонять, как волков расплевающих души». Созданный царем и патриархом Афанасием собор осудил ерес Варлама, и еретик изгнан был из пределов греческого царства. Своей добродетельной жизнью, своим разумом и советами Стефан снискал всеобщую любовь не только монастырской братья и царя, но и всех знатных людей в Царьграде, патриарха и вельмож. Из того, что выдавалось от царя, Стефан тратил на свое содержание незначительную долю, остальное же отдавал игумену для раздачи бедным. Один из соотечественников Стефана, старинный его знакомый и попечитель, желая облегчить положение невинного заточника, послал ему с верным слугой значительную сумму золота на различные нужды. Посланный вручил деньги Стефану и передал сочувственные речи друга. Стефан возблагодарил благотворителя, помолился за него Господу Богу, но, призвав игумена, вручил ему все присланое золото для раздачи нуждающимся. Игумен убеждал Стефана оставить себе хоть малую часть на обыкновенные нужды, но тот отвечал, что сам Бог судил ему жить на чужбине и питаться от чужих. Это так и должно быть, присланные деньги должно отдать истинно нуждающимся бедным. Обласкав и удержав у себя на некоторое время посланного, он отпустил его к своему другу на родину, благодаря его и вознося за него молитву Господу Богу. За такую добродетель никогда не оставляла Стефана милость Божия. В пятый год пребывания в заточении Господь Бог явил на нем великое чудо. Однажды в день празднования памяти великого святителя, чудотворца Николая, Стефан пообычу находился на торжественном стеночном богослужении. Во время чтения жития и чудес святителя, он пообычу присел на скамье у своего места и от продолжительного труда и бдения вздремнул. И вот он видит перед собой того божественного мужа, который прежде ему являлся. «Помнишь ли ты, — сказал явившийся Стефану, — что я говорил тебе, когда прежде являлся?» Стефан пал на лист земли и сказал, «Я узнаю, что ты великий святитель Николай, но сказанного тобой не помню». Святой Николай сказал, «Я велел тебе не скорбеть, ибо в моей руке твои извиниться, и я показал их тебе». Стефан стал припоминать прежнее явление святителя, и, падши к ногам его, стал просить о помиловании. Святитель сказал, «Что я тогда говорил тебе, то ныне явился исполничь». И как бы, подавая зрение, поднял Стефан, осенил лицо его крестным знаменем, коснулся очей и произнес, «Господь наш Иисус Христос, заровавший отче слепому от рождения, даруйте твоим очам их прежнее зрение». И с этими словами святитель стал невидим. Объятый трепетом, Стефан пришедший в себя, стал по неизреченному милосердию Божию видеть, как и прежде. Взяв свой жезл, он вышел из церкви, как и всегда ходил, и, пришедший в келью, наедине предался горячей молитве и благодарению за свое исцеление. После долгой молитвы, закрыв по-прежнему глаза полотенцем, он снова вернулся в церковь и стоял по обычаю, утаив от всех совершившееся над ним чудо. И никто не узнал, что ему возвращено было зрение до того самого дня, когда Богу угодно было по возвращении в Отечество, поставить его законным сербским кралем. Спустя несколько дней после чудесного прозрения Стефана, младший сын его малолетний душица, спал в тяжкую болезнь и скончался. Стефан перенес это лишение без ропота, повторяя слова «Господь дал, Господь и взял». Так что все окружающие удивились мужеству Стефана. Еще два года продолжалось втомление Стефана в заточении на чужбине. Как нетерпеливо переносил Стефан свою ссылку, как крест возложен на него промыслом Божьим, но ему все же хотелось возвратиться в Отечество. И вот он пишет слезное послание на Афонскую гору, сербскую Хиландарскую лавру, где в то время находился сербский епископ, впоследствии архиепископ Даниил, которому прежде Стефан всегда питал любовь и дружбу. В своем послании он яркими красками изображает свое бедствие и просит Даниила вместе со своими афонскими великими старцами попечаловаться перед отцом его, королем Милутином, и исходотайствовать ему милость и возвращение в Отечество. На Афоне собрался общий собор старцев для обсуждения дела. Решили написать послание к сербскому архиепископу Никодиму и отправить его с выборными почтенными старцами в Сербию, чтобы ходотайствовать о возвращении сына и внука. Красноречивые послания и речи архиепископа Никодима и посланных старцев тронули сердца отца. В то же время прибыл в Сербию из Царьграда игумен обители Пантократора, который содержался Стефан с сыном. Этого игумена, как человека красноречивого и искусного, византийский император Андроник-палеолог послал к своему зятю-сербскому королю Милутину просить военной помощи против врагов греческого государства. Переговорив о государственных делах, король Милутин пригласил царского посла игумена обители Пантократора для беседы наедине и стал расспрашивать о своем сыне Стефане. Игумен подробно повествовал отцу о добродетелях, подвигах и терпении его сына и прибавил, что с ними не могут сравняться все царские сокровища. Эти рассказы тронули Милутина. К тому же незадлаго перед тем умерла теща его, мать Симониды, императрица Ирина, главная виновница подозрений и вражды отца к сыну. Вследствие всего этого Милутин решился возвратить сына. Он отправляет посольство к императору Андронику и просит отправить сына своего Стефана со внуком Душаном обратно на родину в Сербию. Император Андроник, полюбивший Стефана и питавший к нему глубокое уважение, прощается с сербским изгнанником и отпускает его в дорогу, снабдив всем необходимым и щедро наградив подарками. Андроник знал о прозрении страдальца, но никому не открывал этого, чтобы не навлечь на Стефана новых подозрений и гонений. Так, после восьми лет заточения на чужбине, Стефан вернулся в отечество вместе с подраставшим сыном своим Душаном. Встреча была трогательная. Отец примирился с сыном. Он дал ему для прожития в управлении небольшую Будемирскую область в Диоклее, в Зете. А внука Душана оставил у себя для воспитания, а может быть и для того, чтобы иметь его как залог верности сына. Спустя три года последовала смерть сербского короля Мелутина 29 октября 1320 года. Сторонники мачехи Стефана и Симониды произвели было смуту в пользу сына ее Константина. Но большинство сербских фельмож встали на сторону законного наследника престола, старшего Мелутиного сына Стефана, который прибыл из Диоклея в тогдашнюю столицу Сербии, в город Призре. И в январе 1321 года был венчан королевским венцом с сербским архиепископом Никодимом в сослужении всего собора сербского духовенства. Вместе с отцом по византийскому обычаю венчался на королевство и сын его Стефан Младый Краля, называвшийся Душаном. Стефан стал править под именем Уроша III. Теперь повязка с глаз была снята, и для всех очевидно стало чудесное возвращение зрения Стефана заступничеством великого чудотворца Николая. Правление Стефана Уроша III не было покойным и мирным. Внутренние смуты не улеглись. Брат Стефана, сын гречанки Симониды, Константин, собрал войско и двинулся на Стефана, требуя уступить ему королевский престол. Стефан со своей стороны собрал войско и двинулся против Константина. Прежде чем дело дошло до сражения, Стефан отправил к брату письмо, в котором убеждал не воевать против своего отечества при помощи иноплеменных войск, а мирно править той областью, которую он даст брату. Можно обоим в довольстве жить в такой обширной земле. Но Константин не внял этим мирным предложением. Вступил в сражение и был убит, а люди его перешли на сторону Стефана. Стефана поднял восстание против Стефана Уроша III еще двоюродный брат его Владислав, сын сремского короля Драгутина, брата Милутинова. Но и это восстание окончилось в пользу Стефана Владислав, должен был покориться ему. После смерти первой своей супруги, болгарской царевны, Стефан Урош еще дважды вступал в брак с Бланкой, дочерью Филиппа Таренского, герцога Ахайского. И по смерти этой второй жены Исмарию, дочери Солунского наместника Иоанна, палеолога. В мирное время Стефан заботился о благосостоянии своих подданных и о делах церкви. Он подтверждал прежние грамоты, укреплялся за церквами земельные владения и другие доходы. Он заботился также о соблюдении чистоты веры и уничтожении ересей в пределах своего государства. Один современник на Евангелии сделал такую запись о Стефане Урош III. Господь избрал и прославил его для отчизны, как звезду светлую и ярко сияющую. Он утвердил родину свою, овладел многими городами и областями, рассеял врагов своих. Он послал на безбожных и нечестивых бабунов сына своего. Тот с Божьей помощью одержал победу над ними, пролив много крови, взял в плен весьма многих и возвратился к отцу своему. Бабуновым и назывались богомилы, опасные еретики, поселившиеся в горной местности бабуни, около города Прилепа в Македонии, и оттуда делавшие набеги на православных. При Стефане Уроши III в Сербии немало лет наслаждалась полным миром. Не было внутренних смут, не было и войн с соседями. Благочестивый король Стефан занимался делами благотворительности, построением и украшением храмов божьих, как в своем отечестве, так и за его пределами. Но вот в конце его царствования возгорелась жестокая война с соседним единоверным и единоплеменным болгарским царством. При сербском короле Мелутине Болгария, раздираемая внутренними смутами и разоряемая набегами татар, значительно ослабела и не могла равняться могуществам Сербии. Когда болгарским царем сделался бдинский деспот Михаил, он соединил в своих руках власть над всеми разъединенными болгарскими областями, желая возвратить некоторые захваченные в Сербии города, и даже замыслил унизить Сербию, достигнув значительного могущества. Болгарский царь Михаил нанес Стефану Урошу III горькую обиду. Женатый на родной сестре Стефана, дочерь Мелутина Ани и Неди, он без причины удалил от себя свою жену, заключил ее в монастырь вместе с молодым сыном Стефаном, а сам женился на сестре претендента на византийский престол Андроника-младшего, вдове болгарского царя Святослава Феодоре. Вражда между государями двух соседних и родственных племен еще более усилилась от того, что сербский король держал в сторону законного византийского царя Андроника-старшего, полюбившего сербского короля Стефана еще в то время, когда он находился в заточении в Царьграде, и уважавшего его. Болгарский же царь Михаил сблизился с соперником Андроника-старшего, внуком его Андроником-младшим, которому и удалось отнять царский престол у деда. Андроник-младший Михаил Болгарский заключили оборонительный и наступательный союз против Сербии. Эти два союза, союзника, решили напасть на Сербию единовременно в 1330 году. Стефан Урош знал об этих враждебных приготовлениях и постепенно готовился к защите Отечества, запасая оружие и войско. К тому времени вполне возмужал уже сын его Стефан Душан и помогал отцу в военных приготовлениях. Болгарский царь Михаил выступил в поход летом 1330 года. У него находилось за 15 тысяч собственно болгарского войска, но почти столько же войск, вспомогательных и наемных валахов, от воеводы Иванка-бессараба, черных татар, ясов, живших в теперешней Молдавии. Сербы смотрели на это нашествие как на нашествие безбожных и поганых язык. В то же время, согласно условию, выступил против сербов и византийский император Андроник-младший. У него войска было немного. Он не решился начать военных действий и расположился на сербской границе в Македонии, чтобы выждать, чем кончится болгарское столкновение с сербами. Быстрое наступление двух сильных царей на Сербию, конечно, не могло не встревожить сербского короля. Хотя он уже подготовился, но ему хотелось избежать кровопролития. Он решил отправить болгарскому царю послание, убеждая его не запускать кровопролития. В этом послании он писал, Если ты уже так воинственен, то вооружайся на и на верных, а не на христовых людей, которых по его благодати я состою пастырем, и которые ничем тебя не обидели. По мысли, сколько прольется крови, сколько бесчадится матерей, сколько трупов с обеих сторон будет брошен на съедение птицам и зверям, и сколько взыщет за них Бог от погубившего их. Оставь нас в мире, сам владея тем, что тебе принадлежит, возвратись к своим. Ибо желающий восхищать чужое лишается и того, чем, по-видимому, владели вполне надежно. Так судит всевидящее око. На это краснолечивое мирное послание Стефана не подействовало на Михаила. Напротив, он сказал, Если завтра сербский король не явится ко мне с покорной головой, то я прикажу привести вас с бесчестием связанного и предам мучительной смерти. Стефану ничего не оставалось, как положать на помощь Божию вступить в битву с врагом. Сербские войска собирались без сербско-болгарской границы в долине Добричи, при слиянии рек Топлицы и Маравы, где и прежде много раз происходили жестокие международные битвы. Сюда ожидался приход болгарского царя из Бдина. Между тем пришло известие, что Михаил со своими войсками двинулся через Софию в Македонию, рассчитывая, может быть, соединиться с своим союзником, византийским императором Андроником. Тогда и Стефан поспешил двинуть свои войска на юг. На пути его лежали построенные отцом его монастыри святого Георгия в Нагоричине, близ Куманова, и святого Якима в Саарандапоре. Здесь король Стефан горячо молился особенно святому победоносцу Георгию, оказывавшему помощь его предкам, благочестивым сербским государям. Сервы достигли болгарского лагеря на селе Струми на сербской границе у местечка Земельно. Они остановились на речке Каменчи у самого города Вильбужа. Около трех дней лагеря делали обсылки между собой, не приступая к сражению. Сербский король Стефан поджидал некоторых запозавших властей, а из войска болгарского царя многие разбрелись по окрестностям для собирания провианта. Настала, наконец, суббота 28 июля. В сербском лагере началось движение, все готовились к бою. Болгарский царь, ввиду медлительности сербов, никак не ожидал нападения в этот день и не собрал своих войск, рассыпавшихся на большом пространстве. В сербские войска готовил к бою отважный сын короля, молодой Стефан Душан. Сербское отборное войско в блестящем вооружении во главе с отдельным наемным отрядом рыцарей под командой Стефана Душана двинулись на болгар. Произошла горячая битва, в которой Душан показывал пример личной храбрости. Вскоре болгарское войско, не ожидавшее такого дружного натиска, было смято и обратилось в бегство. Обратился в бегство и сам болгарский царь Михаил. Под ним спотнулся конь, и царь свалился с него и тяжело расшибся. Тут его окружили сербы, и сам Стефан Душан отсек ему голову. Тело несчастного болгарского царя отвезли к сербскому королю, который с грустью пожалел о том, что его противник не послушал его мирных предложений и предостережений. После этого жестокого кровопролития все болгарское войско сдалось сербскому королю. На другой день после битвы, в воскресенье рано утром, сербскому королю торжественно представлена была взятая у болгар добыча, оружие, дорогие царские одежды и утварь, великолепные кони, приведенные были в оков болгарские бояре. Они не верили, что царь их погиб, они думали, что он избежал гибели. Но вид царского трупа должен был уверить в безвозвратной гибели их царя. Им оставалось только плакать. Уступая просьбам бояр, король приказал с почетом похоронить убитого болгарского царя в сербском Нагоречанском монастыре Святого Георгия. Вознося благодарение Господу Богу за дарованную победу, король Стефан тогда же известил о ней свою супругу Марию и сербского архиепископа Даниила со всем сербским собором следующим посланием. Да будет ведомо, что помощью Божией с заступлением святого господина нашего преподобного отца Симеона и святителя Савы и молитвами вашими, заступлением и укреплением и силой Святого Духа, вооружаемой и защищаемой, я, сербский краль, с превозлюбленным сыном нашим Стефаном и с нашими воинами, чадами моего Отечества, злокозненного врага нашего болгарского царя, пришедшего со многими иноплеменными языками и, хвалившегося на наше Отечество, победил в сражении, происшедшем в местечке, называемом Земле, в нашем королевстве, и самого царя умертвил, и великое богатство и слава их отъял помощью Божией. Радуясь об этом, воздайте должную хвалу Богу, мы же отправляемся в дальнейший путь в болгарскую землю. Это радостное известие с восторгом принято было по всей Сербии, и во всех храмах совершались торжественные молебстия по случаю такой великой милости Божией. Король же Стефан вместе с сыном своим торжественно вошел во дворять порядок в Болгарии. Его сопровождали пленные болгарские бояре. Навстречу ему вышли бояре, остававшиеся в Болгарии, управлявшие городами и провинциями. Во главе их находился Белаур, брат убитого царя Михаила. От имени всей Болгарии они отдавались под власть сербского короля и готовы были на слияние Болгарии и Сербии в одно государство. Но Стефан этого не захотел. Он желал восстановить на болгарском престоле обиженную и поруганную сестру свою Анну с сыном ее Стефаном. То час же после победы над Михаилом он послал ему на сырское заключение известие об этом и убеждал не унывать, но надеяться на высшее будущее. Теперь же он через особое посольство приглашал ее вместе с сыном юзицы в болгарский столичный город Тернов и послал необходимую военную помощь. Болгарским боярам король Стефан объявил, что он сам лично отказывается от болгарского престола и поставляет болгарским царем сына своей сестры Стефана Шишмана II, которого они должны слушать. Сами же могут пребывать в полной безопасности и оставаться при прежних должностях. Так великодушно поступив с убежденными, сербский король со своим войском возвратился в отечество. Немного времени спустя по возвращении из Болгарии Стефан Дичанский вместе с сыном Душаном совершил поход в Македонию. Королю хотелось наказать и другого врага, византийского императора, за союз с Михаилом Болгарским. Поход этот продолжался неделю. Встречи и битвы с императором не произошло. Сербы возвратили себе города и крепости на время, занятые бежавшим теперь Андроником, а также присоединили несколько добровольно передавшихся им городов на реке Варди, как Аловелес, Просек, Штиф. Оставив в этих городах сербских воевод, оба полководца вернулись домой. Отец в свой двор не родимлю, а сын в Скадар. Так счастливо для сербов кончился тяжелый 1330 год. После побед над внешними врагами, покрывавших славу и сербское оружие, король Стефан всецело предался делам благотворительности, построению и украшению храмов божиих и другим богоугодным делам, которые всегда составляли отраду его жизни. Всю жизнь святой Стефан был учителем православной святыни, чтителем, и не только в своем Отечестве, но и за его пределами. Как прежде, так особенно теперь он рассылал щедрые и богатые дары Иерусалим и во всю святую землю, на Синае, в Египет, в Александрию, а также в Старград, особенно в тамошнюю обитель Пантократора, в которую он подвязался, находясь в заточении. Благотворил он также обителям Фессалии, особенно в Святой горы Афонской, где находилась славная Хиландарская лавра, основанная и строившейся сербскими королями и потом царями. Кроме посылки щедрых даров, король Стефан многим из этих жителей жаловал доходные имения и укреплял своими грамотами. Все прежние сербские господари и предки Стефана строили себе задужбины, то есть храмы с монастырями, которых завещевали и погребать себя, и поминать за упокой. Так и святой Стефан Уров III после болгарской победы, доставившей ему сокровище, в благодарность Господу Богу и напомин своей души, решил воздвигнуть храм во славу Господа Иисуса Христа. Для совета и содействия он обратился к своему сербскому архиепископу Даниилу, которого уважал и любил. Вместе с ним и с доверенными боярами он стал в своих владениях искать место, которое было бы достойно и пригодно для величественного храма. Много обошли они мест, наконец Стефан остановился в горной стороне, на речке Быстрицы, впадающей в белый дринь, на северо-западе от Призрена. Это покрытая разнородными деревьями небольшая долина, богатая ключами и орошаемая рекой Быстрицы с прекрасной здоровой водой. Со всех сторон, особенно Запада, и его окружают высокие горы. Здесь со Стефаном решил воздвигнуть славный храм. Архиепископ Даниил благословил и осветил место, и сейчас же было приступлено к постройке. Стефану Рош вызвал художников, мастеров из своих владений по Адриотическому морю. Множество рабочих стали доставлять материалы разных пород камень, разноцветный дорогой мрамор и прочее. Прежде всего была отмерена для монастыря площадь и обнесена крепостными высокими стенами с башнями. С южной стороны находились врата, над которыми поднималась самая высокая башня. Внутри к стенам были пристроены кельи для иноков, подобно птичьим гнездам. Устроена была общая трапеза, отличавшаяся как величиной, так особенно художественной отделки. Особенно устроены были кухни, пекарни. Отдельное великолепное здание построено было для игумена. Но главное внимание и главная забота обращены были на постройку посреди монастырской площади, внутри стен великолепного храма Вознесения Господня. Весь огромный храм построен был из разноцветного тесаного мрамора, украшенной резьбой и колоннами, и арками необыкновенного искусства и красоты. Это замечательное здание сохранилось и до настоящего времени. Великолепию красоте внешнего вида соответствовали и внутренние украшения главного храма, пределов из резного камня, золота и других дорогих материалов. Кроме пределов во имя покровителя своего заступника, святителя Николая, в южной стороне главного храма Стефан построил в честь его еще особую церковь, вне монастыря, вблизи для всегдашнего служения, в честь всего святого. И незадолго до смерти явился Стефану всегдашнего заступника и помощника святой Николая Чудотворец, и сказал, «Приготовься, Стефан, к исходу, ты вскоре должен предстать пред Господом». Последние дни жизни Стефана Уроша III омрачены были великим несчастьем, враждой к отцу сына его, младого короля Стефана Душана, кончившийся мученической смертью многострадального Стефана Уроша. Стефан Душан, отличавшийся подвигами и храбростями в войне с болгарами, правил с детской областью. Свои корыстные бояре, служившие при нем, стали побуждать его отнять престол у отца и сделаться королем Радсею Сербии. Они пугали Стефана, что его постигнет такая же участь, как и у отца, ослепленного в детстве дедом его Мелутином. Честолюбивый Стефан поверил наговорам, и в его области поднялось возмущение против отца. Урош не желал вражды, он принял меры для прекращения восстания. После долгих переговоров повидался с сыном, который обещал не предпринимать ничего против отца. Стефан Урош опять оставил сына в покое, возлагая надежду на Бога. Но не того желали бояре. Они стали говорить Душану, что отец к нему питает затаенную вражду и погубит его. Доверяя этому, Стефан хотел было бежать из отечества в чужие страны, но бояре этого не допустили и снова побуждали Стефана покончить с отцом. Душан склонился на эти убеждения, и в Сербии совершилось великое злодеяние. После примирительного свидания с сыном Стефан Урош мирно жил в своих владениях, то в одном замке, то в другом, предаваясь делам благотворительности и не принимая никаких особых мер для своей безопасности. В то время, когда Стефан Урош находился в уединенном горном замке Петричи, близ Неродимля, внезапно приехали туда с детские бояре со Стефаном Душаном во главе. Окружили замок и захватили Стефана Уроша со всей семьей. Самого Стефана Уроша Душан приказал отвезти в отдаленный и уединенный недоступный замок Звичан, а жену его в другое место. Но этим дело не кончилось. Решено было совсем покончить со старым сербским кралем. По распоряжению Стефана Душана отправились в Звичан некоторые из его приближенных, и Стефан Урош мученически скончался, будучи удавлен в замке. 11 ноября 1331 года. Тело мученика привезено было в новопостроенную обитель Дичанской, торжественно погребено в богатой гробнице, построенной самим Стефаном в церкви Вознесения Господня. Говорили, что Стефан Урош скончался естественной смертью, но, конечно, все скоро узнали правду и смотрели на покойного короля, как на мученика. Через семь лет было чудесное явление Крефиарху Дичанской области. Соном видений некий неведомый муж повелел извлечь из земли тело покойного короля Стефана, и Крефиарх пересказал видение игумену. Осторожно, игумен успокаивал Крефиарха уверениями, что это простой сон. Но явление повторилось. Наконец, в третий раз грозный муж явился уже не одному и Крефиарху, но и игумену, и требовал того же. Тогда игумен сообщил об этом всем архиепископу. Собрался духовный собор в Дичанах. После молекции открыли гроб Стефана, и по всему храму и вокруг его разнеслось благоухание. Все узрели нетленной мощи святого мученика. Тогда же совершилось несколько чудес. Прозрел слепец, припавший к мощам мученика. Получали исцеления и другие болящие. И впоследствии произошло много исцелений и других чудес. Святой Стефан всегда являлся на помощь верой, притекавшим к его заступлению, на ее достояние. И всегда охранял свои обители от врагов, покушавшихся на ее достояние. Со времени открытия мощей святого мученика, Дичанская обитель стала драгоценной святыней для православного сербского народа. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.